Я понимаю, что ты доверчивый, но я тебе говорю, ты хотел заработать больше. Если бы тебе сказали, дай мне 30 миллионов, я тебе 31 дам, ты бы ничего не делал. Нет, подожди. Подожди. Ты можешь спорить, сколько сейчас убеждать. Мы сейчас за тобой пойдем дальше тоже деньги туда ложить. Понимаешь, это люди, которые хотят быстро. И вот те, кто хотят заработать быстро денег, но ничего не делая, вас обманывают всегда. И это первое. Второе, когда ты зарабатываешь деньги и их начинаешь терять вдруг резко. Замечали, да? Есть сумма, до которой ты допрыгнул или накопил. А потом маме надо, брату надо, машину разбил, соседей затопил. И всем начинаешь раздавать деньги. Да. Это расходы, это тогда, когда у человека стресс от денег. И когда у тебя стресс от денег, ты начинаешь от них избавляться просто. Понимаешь? Нужно принять деньги, те доходы, которые у тебя есть. Смотрите, вот сейчас, подожди. Вот заработать деньги кажется сложно, да? Но сложнее их удержать и сложнее их принять. Вот заработать легко. Удержать и принять, вот где сложность самая. А еще знаете, что сложнее? Не выебываться потом. Понимаете? Вот четыре фактора, которые, ну вот, по нарастающей. И каждый человек, который зарабатывает, переходит из одного этапа в другой. То есть, заработать научился зарабатывать. Копить, да, принять. Что это? Сохранить и принять, да. Ну или наоборот, там, принять, сохранить. Потому что, когда ты не приняешь деньги, ты не сохранишь. Ты их раздашь все равно. И когда вот свою гордыню нужно будет подавить. Потому что деньги теряют, смотрите, деньги теряют в тех случаях. Первое. Когда начинает выпендриваться. Это эго, когда. Когда заносит. Вот человек, вот идет, идет, зарабатывает. Потом раз, вниз прямо, да, вот этот. Это эго. По голове получил. Потом опять поднимается, вроде все нормально. Опять начал выпендриваться, опять забрали. И из-за этого вот эти качели. То есть, нужно вовремя поправлять корону. Ну или сбивать ее. И тогда это будет, ну вот, у тебя будут падения и подъемы вот такие. Они не будут вот таких резких, да, спадов. А как сделать, чтобы желание больше появилось? Сейчас, 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 смотри. Когда ты будешь, когда ты примешь то бытие, которое у тебя сейчас, да. Смотри, вот ты жил вот так, в таких доходах. Поднялся вот на следующую ступеньку. Отдохни здесь, устаканься, поживи в этом. Прочувствуй кайфонии. Подожди, похвали себя. Потом, следующий этап, ты находишь следующую ступеньку. И появляется разница потенциалов. Я нахожусь здесь, а я хочу здесь. И от этого появляется энергия и желание. Но если ты такая, кажется, надо развиваться, и такая, да, нахер надо. Уже успокойся, отдохни просто. Ты просто не отдохнула. То есть постоянно себя гнать куда-то в новые высоты, ты тоже в какой-то момент устанешь. Но и постоянно почивать на лаврах очень долго тоже нельзя. То есть отдохнули, пошли дальше. Потому что начнешь падать, начнут забирать. А как понять, что ты уже пора двигаться? А тебя жизнь начинает пинать. Тебя само. Вот смотрите, в жизни оно так. Или ты развиваешься сам добровольно, или тебя начинает пинать под зад просто. И я вам честно скажу, лучше добровольно. Потому что когда жизнь начинает тебя нагибать, это всегда больно и дискомфортно. Всегда. Никто не развивается из любви к себе. Все развиваются из ужаса. И вот у меня же есть онлайн-марафон, и все знают же, наверное, да, про деньги там. Честно вам скажу, вы же видели все эти ссылки в открытом доступе, кто проходил. Они лежат бесплатно на ютубе. Но никто эти письма прощения почему-то не пишет. Бесплатно. Цельность не вредит. Да. Платят деньги. Мы им скидываем эту же ссылку. И они делают. Потому что если они не делают, мы их просто удаляем из чата. И они вот не хотят терять деньги. И они поэтому пишут. Хотя бы ради, не себя, а ради кого-то. Это, знаете, есть упражнение такое, оно очень сильно прорабатывает твои финансовые доходы. И в этом, в марафоне, одно из таких упражнений есть, что нужно подойти к человеку и говорить, «Здравствуйте, дайте денег». И надо нам собрать 500 тенге на улице. Я бы тоже не смог, но меня заставили. Вот. Ты подходишь к людям на улице, и говоришь, «Здравствуйте, дайте денег». И тебе говорят, «Пошла нахер». Ты говоришь, «Спасибо, пошла к другому». Ты говоришь, «Дай денег тебе, иди сам заработай». «Хорошо, я пошел». И ты ходишь и как бы переламываешь. В этом упражнении отрабатывается эго. В этом упражнении отрабатывается то, что ты учишься просить. В этом упражнении отрабатывается, сдвигается твой финансовый вообще поток. И в этом упражнении вскрываются все твои установки, связанные с деньгами. Все, что тебе говорят люди, это твои установки в голове. Почему? Потому что это то, что считывают они с твоего поля. А можно брать, например, на хлеб? Нет. Смотри. Вот если тебе сказать, вот там в соседнем подъезде Баб Маше, там ей надо вот на хлеб, ты соберешь там 20 тысяч. А себе соберешь 100 тенге. Для кого-то всегда проще просить, чем для себя. И поэтому соль у этого упражнения не то, чтобы там иди попрошайничай, а чтобы для себя попросить. Для себя всегда сложно. Тебе говорят, а это для чего? Мне надо. И ты, а, это тебе надо. И вот этот взгляд, кто просил, да, вот денег, вот этот оценивающий взгляд сверху вниз. Когда ты говоришь человеку дать денег, он говорит, тебе зачем? Вот. Вот. Конкретный результат и насчет этого задания у вас будет исследовать. У вас будет форма, где мы, задания. Продолжение следует... Продолжение следует...